Дорогие друзья, с вами Илона Солодова. И сегодня мне очень хочется рассказать вам о том, как легко, практически по щелчку пальцев, вы сможете войти в нужное вам ресурсное эмоциональное состояние. Итак, если вам, например, нужна целеустремлённость, мотивация, подъём, пожалуйста, вспомните ситуацию конкретную в своём прошлом, когда вы были именно в таком состоянии. И не обязательно эта ситуация должна касаться бизнеса. Это могут быть отношения, это может быть спорт, это может быть всё, что угодно, это может быть детство, юность, неважно, сколько лет назад. Наш мозг помнит абсолютно всё. Итак, выберите конкретную ситуацию. Выбрали. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание только на визуальную систему. Вот сейчас, в тот самый момент, когда вы испытывали чувство целеустремлённости, мотивации, харизмы или что-то другое, неважно, вы можете выбрать своё. Что вокруг вы видите? Что вы видите вокруг? Посвятите 4-5 предложений этому. Теперь обратите своё внимание на аудиальную систему. Что вы слышите? Какие слова вам говорят? Может быть, это слова восхищения? Может быть, это ваш внутренний голос вам говорит, ты крут, ты молодец, да? Уделите 4-5 предложений аудиальной системе. И когда вы увидели всё, что вы видите, и услышали всё, что вы слышите, прочувствуйте, наконец, вот эти чувства, ну, не знаю, либо мотивации, либо харизмы, либо целеустремлённости. Войдите в них. Не говорите, что это удовлетворение. Нет. Радость, драйв, эйфория. А теперь возьмите и увеличьте в 2 ваши чувства. А теперь возьмите и увеличьте в 10. И на пике состояния сделайте какой-нибудь жест. Ну, например, вот так. Или возьмите себя за ушко и отпустите. Мы заякорили ваше состояние на пике. Работает это как лимон. Я говорю, лимон, у вас начинает выделяться слюна. Хотите вы этого или не хотите. Якоря у нас есть. Любимые песни вводят вас в хорошее состояние. Поэтому используйте этот приём для того, чтобы заякорить себя на то состояние, которое вам было нужно. С вами была Илона Солодова. И, надеюсь, до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!